В последнее время автоваз больше стоял, чем работал, поскольку на заводе не хватало то одного, то другого. В итоге боссы автогиганта приняли вполне логичное решение перенести трехнедельный корпоративный отпуск на весну. Так, три тольяттинских и один ижевский конвейеры остановились 4 апреля, чтобы запуститься 25-го. Но повторим, по факту производство простаивало давно, временами оживая только лишь на 2-3 дня. В течение апреля служба закупок планирует накопить дефицитных запчастей, чтобы на протяжении мая работать без перебоев. Для некоторых компонентов найдены альтернативные отечественные и азиатские поставщики. А вот прогноз на июнь скорее негативный. 6 июня на производственных площадках вводится четырехдневная рабочая неделя. Впрочем, чтобы сохранить прежний уровень зарплат, работникам предлагают дополнительно участвовать в общественных работах. Понятно, что внезапные каникулы на самом автовазе вынуждает остановиться и производителей комплектующих для автомобилей «Лада». Будет ли работать вазовский инженерный корпус, не уточняется. Но известно, что сейчас готовятся специальные версии некоторых моделей марки «Лада». Это упрощенные машины без подушек безопасности, антиблокировочной системы и с моторами «Евро-2». Любопытно, что по Тольятти вовсю ездят автовозы, что перевозят перспективные новинки. Это седаны «Универсал», которые можно считать идейными преемниками «Гранты». Обе машины построены на французской платформе Global Access. Впрочем, выйдут ли долгожданные новинки на рынок в нынешних условиях, целиком и полностью зависит от воли концерна Renault-Nissan. Его боссы хотят избежать резких непродуманных маневров, но гарантировать никто ничего не может. По слухам, КАМАЗ также планировал объявить длинный корпоративный отпуск. Хотя до начала марта предполагалось, что общих каникул не будет вообще, а работники отдохнут по персональным графикам. Но пока грузовой автогигант загружен заказами, для выполнения которых есть необходимый запас деталей. Поэтому весной общезаводских каникул не случится точно, чего нельзя сказать про лето. Конкретное решение будет зависеть от ситуации на рынке Комтранса. Горьковские и Ульяновские автозаводы об отпусках молчат, но теоретически готовы перейти на четырех- или даже трехдневный график работы.